привет друзья меня зовут андрей и вы на канале smart plus вот она моя рабочая лошадка на сейчас думаю эти обзорчики не пользуются тем что обозревают не тут то было я изначально знал что это будет пока что мой основной смартфон хотя скажу что я уже заказал себе замену кто смотрел предыдущий ролик мог догадаться там есть намек и да это тоже будет сяоми но эта тема другого сюжета обязательно сделаю его и все поясню приходить буду но не потому что это плохой смартфон он прекрасен за свои деньги я даже больше скажу за эту стоимость на рынке в целом я не вижу сейчас альтернативу я заказал smart себе подороже потому что мне нужно лучше камера и nfc хотя камера тут очень даже достойная опять-таки за эти деньги давайте по порядку купил я smart за 170 долларов на распродаже как только вышла глобальная версия и кстати при покупке обращайте внимание чтобы был не global rom а именно global это версия на 464 гигабайта и это очень хорошая цена за этот смарт почему именно 464 потому что в 2018 году приложение стали слишком большие еще много снимаю видео и фотка и ну и так далее плюс ко всему версия 4 гигабайтами оперативки немного быстрее чем версия с тремя я делал сравнение на канале можете потом заценить хотя скажу что версия на 32 гигабайта тоже летает в общем нужно минимум 3 32 гигабайта на сегодня далее цвет за эту цену был только бело-золотой и я если честно не очень запариваюсь с цветом среди цветов есть выбор но мне бело-золотой тоже нравится к тому же можно все это дело подправить чехлом ведь телефоны имеют свойства падать царапаться там и так далее рекомендую носить чехлом поскольку как вы заметили камера тут немного выпирает благодаря чехлу все это дело скрывается и вы не будете царапать стеклышко камеры ложа телефон на стол так что маст хэв хорошо что чехол идет в комплекте с черным идет затемненный чехол с остальными прозрачный и как все прозрачные чехлы со временем он начинает желтеть мой тут тоже не исключение но ничего вам не мешает заказать себе другой благо выбор очень широк кстати черный очень хорошо пачкается сзади по сравнению золотистым да и цвета цена тоже зависит в китае что очень странно на алиэкспресс и gearbest есть три цвета на выбор бело-золотой бело-голубой и черный так что выбирать вам а что там с ценами они меняются но не сильно примерно за 148 долларов сейчас можно взять версию на 32 гигабайта а на 64 где-то за 176 долларов согласитесь цены вполне нормальные для таких аппаратов я бы советовал конечно доплатить и взять версию на 64 гигабайта память лишней точно не будет ну а если воспользоваться кэшбэк то как раз докупить чехол и пленочку вам хватит я тоже покупал с кэшбэк атлетишоп ссылка будет в описании и лучшие цены на надежных продавцов оставлю внизу а теперь главное я знаю что вас мучает если вы собираетесь покупать новый смартфон купить этот или дождаться когда продажи появится глобалка редми ноут 5 и вы готовы например заплатить больше долларов так на 40 50 конечно свое мнение я выскажу но чуть позже и так служит он мне верой и правдой уже два месяца кроме чехла сразу наклеил пленку что продавец прислал в подарок почему да потому что экраны данных смартфонов легко царапается все-таки это бюджетка но я люблю когда вещь как новая если продавать придется сами понимаете пленочка немного собирает царапины но заменить на такую же не составляет труда касаемо самого экрана то это первый мой смартфон широким форматом 18 9 и вы знаете что мне нравится это соотношение фильмы смотреть удобнее рамки сверху и снизу меньше при просмотре фильмов youtube чик тоже уже адаптирован просто масштабируете картинку хоть немного обрезает сверху и снизу но это мелочи многие уже адаптированы и сам контент также удобнее играть в игры эти миллиметры пространства по бокам здорово упрощает процесс вы меньше перекрываете пальцами экран посредине что добавляет комфорта сам экран имеет хорошую цветопередачу углы обзора и достаточно неплохой черный цвет как для ps матриц в общем тут тоже зачет еще я постоянно пользуюсь фишкой защиты глаз от синего спектра настроил активацию по заходу солнца днем экран белый вечером теплее что меньше утомляет ваши глаза короче рекомендую попробовать фишка годная но есть у такого решения и недостаток данные смартфоны длиннее предыдущих поколений смартфонов и в кармане эти миллиметры ощущаются стремновато приседать и завязывать шнурки с ним в кармане знакомое чувство конечно ко всему привыкаешь но 5 5 дюйма в кармане сидит удобнее я пользовался также редми на у 4x и есть чем сравнивать сделать бы тоньше верхние и нижние рамки было бы вообще идеально по сборке все отлично ничего не начало хрустеть все просто идеально и монолитно тут претензий тоже нет теперь о главном новшестве с последним обновлением управление жестами тут хочется заострить особое внимание и сказать молодцы все хорошо реализовано включается но вот здесь теперь в полной мере можно ощутить безрамочность кнопки не отъедая часть пространства внизу вам не нужно каждый раз доставать их когда вы играете или смотрите видео вам не нужно тянуться пальцем вниз кнопки назад вы из любого положения справа или слева можете сделать этот шаг тут всего три действия как и в случае с кнопками жест снизу вверх это центральная кнопка домой причем не обязательно точно по центру проводить если провели также но не убрали палец это меню открытых приложений ну и свайп с края экрана неважно с какой стороны это шаг назад все работает отлично хотя анимация может быть не совсем плавно еще не до конца оптимизирована но на скорость это не влияет короче все летает все чудесно и главное что у вас есть выбор кнопки или жесты по моему это фишка рекомендую попробовать если вы уже владелец и напишите в комментариях как вам эта фишка а так что касается оболочки то за все время у меня не возникало к ней никаких вопросов удивительно но все работает как часы в этой ценовой категории изделия от а брендов будут гораздо хуже тут не зависание не глюков все летает производительности мне хватает с головой для шустрой работы это вопроса вполне хватает тут наш старый знакомый snapdragon 625 с играми тоже порядок правда тяжелые игры типа папк или танки будут идти хорошо на низких настройках ну в танках можно максимум что-то поставить среднее без теней для комфортной игры все остальное идет на ура касаемо батареи тут она тоже не разочаровала но на два дня вам ее не хватит я ставлю свой на зарядку каждую ночь согласитесь что вы с таким экраном гораздо реже подходите к своему пк или ноутбуку разлеглись на диване и вперед смотреть youtube читать и так далее а вот ноутбук скучает максимум у вас получится полтора дня использования но если вы будете много шпилить в игры то конечно и на день не хватит мой смарт выдает от 6 до 8 часов активного экрана и это неплохо заряжается достаточно быстро за пару часов у вас полный заряд по звуку тут тоже полный порядок смотреть видео очень комфортно звука вполне достаточно из внешнего динамика а главное он не писклявой и не противный разговорный динамик тоже не подкачал громкий четкий и собеседники кстати меня тоже слышат отлично микрофон тут хорош и шумодав работает очень достойно один раз жена не поверила что я еду маршрутном такси так как не слышала посторонних звуков во как бывает в наушниках громкость достаточно очень полезная фишка пресеты тут можно поклацать разные и выбрать тот на котором вам больше всего нравится звук я вот для недорогих сяоми basic выбрал этот и вполне ничего плюс еще есть возможность чего-то добавить или убрать эквалайзером не нужно ничего качать устанавливать все уже есть и это тоже плюс по связи тоже не замечал каких-то нюансов все как положено я использую mi band 2 с этим смартом сопряжение стабильное ничего не отваливается синхронизируется без проблем еще немаловажный момент что я упустил в обзоре наличие и к порта мелочевка а полезная если у вас есть кондиционер телевизор и так далее легко управлять ими со смартфона полезно тому кто постоянно ищет по дому пульты от всего этого а что у нас по камерам прокомментируй пожалуйста камеру данного смартфона прокомментируй фото и видео получается хорошими когда есть хорошее освещение конечно динамический диапазон тут не самый лучший иногда можно получить пересвет но в основном все отлично фронтал очки помогает вспышка которую можно подключить как фото так и в видео режиме темных местах помогает улучшить качество жаль что тут нет цифровой стабилизации при съемке видео малейшее движение и картинка дергается пора бы уже и и всюду ставить думаю редми ноут 5 открыл эру стабилизации видео в бюджетных смартфонах звучок при съемке пишет не очень шумодав добавляет посторонние звуки и часто искажает звук если вы в шумных местах например сиоми делайте уже что-то с этим потому что сколько же можно но свою стоимость камеры несомненно оправдывает еще я читал и смотрел о том что умельцы ставили сюда google камеру что еще улучшает видео и фото возможности тут же стабилизацию видео можно тоже включить но я не стал заморачиваться поскольку мне хватает и так но теперь давайте рассуждать что же купить и redmi 5 плюс или все-таки redmi note 5 тут нужно исходить в первую очередь от цены и потребностей redmi 5 плюс отличный смартфон доступен каждому redmi note 5 будет подороже но он лучше в игровой производительности если вам нужны требовательные игры типа папк танков так как там стоит более мощность нам dragon 636 лучше в камере поскольку там она двойная и можно снимать уже с эффектом баке а еще есть стабилизация при съемке видео в остальном в плавности работы и так далее разницу трудно будет заметить я обязательно протестирую это когда приедет глобальная версия redmi note 5 он уже заказан так что подпишись на канал чтобы не пропустить обзор данного смарта но учитывайте что они немного подороже так что вам нужно определиться для каких целей вы берете смарт redmi 5 плюс за его цену смело могу рекомендовать и redmi note тоже будет хитом это однозначно цены на эти две модели смотрите в описании а там и сравнивайте ну и друзья делитесь своими впечатлениями от использования если вы уже обладатель redmi 5 плюс и пишите сколько уже пользуетесь им интересно узнать ваше мнение от таких же владельцев как и я сейчас а с вами был смарт плюс не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео и всем пока друзья а